Всем привет! Тема этого выпуска – домены. Домены – это возможность Node.js, которая отсутствует как в обычном JavaScript, так и в JavaScript браузерных реализациях. Домены предназначены для того, чтобы перехватывать любые асинхронные ошибки. Например, если мы взглянем на этот сервер, который мы разбирали в одном из предыдущих выпусков, то мы увидим, что пока он работает, все в принципе нормально. Но если где-нибудь происходит программная ошибка, скажем, вызов неизвестной функции, или человек ставил throw. Вместо того, чтобы здесь обрабатывать, я делаю так – throw error. Или, например, программная ошибка – это вызов JSON parse с невалидным JSON. При этом тоже бросает исключение, которое в конечном итоге валит весь процесс. То есть получается, что у нас есть сервер, к нему подключено, скажем, тысячи клиентов. Во время обработки запроса одного из них возникла программная ошибка. В текущей реализации это приводит к тому, что падает весь процесс. Это, конечно, нехорошо, потому что падение процесса – это просто обрыв соединения, причем у всех подключенных клиентов. Ну, если мы падаем, то давайте хотя бы нормально обработаем это, выведем сообщение, чтобы ошибка произошла, и тогда уже, если ошибка критичная, то можно прервать процесс. Эта задача, несмотря на то, что встает очень естественно, и вроде как должна иметь очевидное решение, не так-то проста. Из-за того, что эти callback вызываются асинхронно, обычно обертывание в trycatch здесь совершенно бессильно. Даже если мы вот так вот вызовем обработчик внутри trycatch, он сможет поймать лишь те ошибки, которые будут во время текущей работы функций handler. А если какие-то асинхронные callback, то они уже сами по себе. Теперь, когда мы познакомились с проблемой, поговорим о том, как она решается в Node.js. Для этого используется модуль, который называется domain. Он позволяет создавать специальный объект, который как раз и называют доменом, например, server domain. В контексте домена можно запускать функции, и он перехватит любые ошибки, включая асинхронные, которые в этой функции или запущенных из нее произойдут. Для примера я сейчас немножко отрефакторю этот код, я сделаю сервер экспортом и запущу его из другого файла в контексте домена. Новый запускаемый файл будет называться app.js. Он будет создавать объект домена и подключать сервер. Сервер просто экспортируется из этого файла, то есть server.js сейчас не запускает сервер, оно просто его создает. Дальше я ставлю домену обработчик onError. Любые ошибки, которые произойдут внутри домена, будут перехвачены этой функцией. И наконец самое главное. Я беру и запускаю сервер внутри домена специальным вызовом run. Теперь любая ошибка, которая произойдет в результате работы вот этой функции, или функций запущенных из нее, включая обработчики, будет перехвачена. Например, я запустил раз, и я запустил два. Так как адрес уже занят, то это привело к ошибке. То есть сервер бросил событие Error. Раньше это событие, так как нет обработчиков на Error, привело бы к исключению, которое бы повалило процесс. А теперь оно успешно перехвачено доменом. Что же, давайте закроем это, и попробуем осуществить доступ к неизвестному файлу. Запускаю хром, захожу по этому адресу. Упс. Смотрите, что произошло. Почему-то выпало исключение. Домен почему-то не сработал. Почему? В чем же дело? Здесь проявился один важный подводный камень доменов. Чтобы его понять, и чтобы все поправить, немножко посмотрим, как вообще домены работают. И почему именно в этой ситуации домен не справился. Разобраться с доменами будет гораздо проще, если мы вместо одного сложного примера рассмотрим несколько простых последовательно усложняющихся. Например, здесь в домене запускается функция, в которой вызывается непонятно что. Запускаем. Домен перехватил ошибку. Как он это сделал? Да очень просто. Когда функция вызывается в d.run, вокруг нее ставится неявный trycatch. Соответственно, любое исключение, которое выпадает из этой функции, тут же переходит вот сюда в ошибку. Это самый тривиальный случай, рассмотрим посложнее. Здесь эта же функция с ошибкой вызывается внутри setTimeout. Проверим, работает? Работает. Почему? Как вот эта функция, которая внутри setTimeout, узнает вообще о том, что она запущена внутри домена? Ответ на этот вопрос можно дать очень просто, если заглянуть немножко внутрь Node.js. Дело в том, что когда функция запускается в контексте домена, то перед ее запуском внутри модуля домен происходит специальный вызов d.enter, а в конце вызов d.exit. т.е. вход в домен, выход из домена. А это сработает потом асинхронно когда-нибудь. Она получит домен за счет того, что когда мы входим в домен, то текущий объект домена становится глобальным. Выглядит это так. как processDomain. Т.е. можно его получить даже. А модуль setTimeout, как и множество других модулей Node.js, которые занимаются всякими асинхронными вещами, интегрирован с доменами. Т.е. внутренняя реализация setTimeout смотрит, и если есть текущий активный домен, тогда она при вызове этой функции гарантирует, что этот же домен будет активен. Соответственно, если я внутри функции сделаю consoleError processDomain, то я его получу в принципе. Вот так. Вот этот домен. Обратим внимание, обычный объект. Наследует event-имиттеру. Давайте еще немного усложним этот пример, а именно добавим работу с файлами. Запускаю. Как ни странно, оно все еще работает. Почему? Как домен из этой функции перекочевал сюда? Да все оттуда же. Потому что внутренняя реализация функции readFile знает про домены. И когда она запускает callback, то она запускает его в контексте того же домена. Благодаря этому все хорошо. Что ж, двинемся дальше. Это будет последний пример. Теперь мы создаем новый объект сервер. И всю эту кодовасю, которая генерирует ошибку, засунем внутрь обработчика события. И для того, чтобы еще больше все запутать, вынесем этот код вообще вот сюда. То есть здесь мы создаем объект сервер. Ошибка будет вообще после того, как запуск в домене закончился. Обработать ли ее домен? Запускаем. Как видим, все отлично обработалось. Почему? Каким образом вот эта функция узнала про домен? Опять же, все благодаря интеграции. Ведь сервер это event-эмиттер. Модуль event-эмиттер знает про домены. И когда создается любой event-эмиттер, если есть текущий активный домен, то этот event-эмиттер получает ссылку на него. Да ее можно и вывести. Вот она. Server domain. Запускаем. Вот домен. И вот опять же перехваченная ошибка. После того, как event-эмиттер привязан к домену, уже любые обработчики он запускает именно в контексте этого домена. Конечно же, если сервер создается вне активного домена, то ни о каком server.domen не может быть и речи. Вот запускаю. Домена нету. И ошибка, понятно, тоже не поймалась. Впрочем, с такими объектами тоже можно иметь дело. Необходимо лишь добавить их домен вручную. Специальный вызов add. Если я сейчас это вызову, то все будет хорошо. Видите, ошибка перехвачена. Единственная тонкость, которую здесь следует иметь в виду, это управление памятью. Дело в том, что если event-эмиттер создан именно в контексте домена, то он получает ссылку. В данном случае server.domen. А если он был создан ранее и добавлен через add, то он получает не только сам ссылку на этот домен, но и еще домен ссылается на него. То есть у домена есть специальный такой массив members, где он ссылается на все, что добавлено через add. Во всяком случае, такова текущая реализация. Соответственно, получается, что с add мы имеем двустороннюю ссылку. Сервер на домен и домен на сервер. В результате получается, что память может быть очищена не от сервера в отдельности, не от домена в отдельности, а только от них обоих вместе. То есть если есть какой-то долгоживущий домен, и к нему через add куча всего прибавляется, то память не будет очищена, пока домен не умрет. Либо пока, когда это станет возможным, не будет вызов d.remove. Как правило, в скриптах эти штуки используют редко, обычно стараются просто создавать все, что нужно внутри домена, и таких проблем не возникает. А теперь вернемся к примеру, который рассматривали раньше, то есть к серверу. Как вы считаете, в чем же дело? Почему ошибка здесь в обработчике запроса вылетела и не была обработана доменом? Как это поправить? Поставьте на паузу, подумайте, и мы продолжим. Что ж, я полагаю, что вы сообразили в чем дело. Дело все в том, что сервер создан вне домена. Таким образом, хендлер — это же обработчик событий request. Так как сервер создан вне домена, то при вызове обработчика никакой домен ему не передается. Поэтому получается, что обработчик запускается вне доменов, и throw, как и раньше, валит весь процесс. Чтобы все было хорошо, достаточно взять этот объект-сервер и создать его внутри вызова run. Вот так все будет нормально, поскольку сервер привязан к домену. Проверим. Запускаем. Вызываем хром. И переходим по тому же URL. Ура! Теперь домен перехватил ошибку. То есть ничего не упало. С другой стороны, конечно же, задача не может считаться полноценно решенной, потому что нужно что-то ответить посетителю. Извините, ошибка, приходите к нам потом. А как нам ответить? Здесь ведь сервер-домен он перехватил ошибку, но никакой информации о том, где она, у него нет. К счастью, для доменов это пустяк. Достаточно лишь создавать домены не на уровне всего сервера, а на уровне запроса. То есть взять, вынести вот этот вот обработчик в отдельный модуль, и именно обработчик запускать уже в контексте доменов. Выглядеть это будет следующим образом. Главный файл по-прежнему app.js, но теперь вместо сервера в отдельном файле, в отдельном файле находится hender, обработчик запроса. app.js объявляет сервер, и при обработке каждого запроса будет создавать домен. В этот домен мы вручную добавляем объекты reg и res, которые были созданы во внешнем коде до создания домена. И наконец ставим ему обработчик ошибки. В этом обработчике мы отвечаем в запрос, который вызвал собственную ошибку, что, извините, проблема. Тут же может быть и дополнительная обработка, например, запись ошибки в log, или прекращение выполнения процесса, потому что, несмотря на то, что ошибка произошла во время этого запроса, так как Node.js это один процесс и переменная есть общая на всех, то вполне возможно, что эта ошибка повлияла на что-то еще. И наиболее безопасным способом будет все-таки убить этот сервер и стартовать другой. О том, как это лучше делать, мы, возможно, поговорим в одном из следующих выпусков, сейчас, пока это выходит за рамки текущего скринкаста. Соответственно, в конце, когда домен создан и обработчик назначен, мы запускаем уже хендлер в контексте этого домена. И все ошибки, которые будут вот здесь вот, внутри функции, внутри вложенных функций, будут обработаны доменом. При этом никто не заставляет отказываться и от сервера домена. Сервер домен создали, поставили обработчик, запустили сервер. Как видите, получились вложенные домены. Этот, серверный, обрабатывает все ошибки, которые здесь вот. Желательно, конечно же, создать и сервер тут же. Давайте мы так сделаем. Вот. Вот здесь получились ошибки общесерверные, а здесь обработка ошибок на уровне запроса. Такой вот асинхронный вложенный try-catch. Итак, резюме. Домен это специальный объект, который создается вызовом domain.create, где домен это модуль домен встроенный. К домену можно поставить обработчик onError, и он будет вызван при любой ошибке в функции, которая вызывается в контексте этого домена, то есть через domain.run. Причем домен обладает таким свойством, что если в процессе вызова этой функции были другие асинхронные подвызовы, то Node.js передает домен в них. Кроме того, и это немаловажно, если в процессе работы такой функции создается какой-то event emitter, кроме другого домена, то дальше все события, которые генерирует этот event emitter, тоже будут обрабатываться в контексте этого же домена. Таким образом, домен как бы прилипает ко всему, что происходит внутри, и служит эдаким асинхронным try-catch. Если вы посмотрите документацию, то найдете там и некоторые другие методы, кроме тех, которые были в этом выпуске. Они нужны реже, и если вы собираетесь их использовать, то пожалуйста обратите внимание, что стабильность у этого модуля 2. Это означает, что что-то поменяется, и действительно тут есть чему развиваться, поэтому по возможности старайтесь использовать по минимуму методов, и не полагаться на какие-то особенности работы. В частности, есть такой метод dispose, по нему очень много обсуждений, возможно он изменится в будущем. Для 90% задач, которые связаны с доменами, вполне хватит create, run и add. Субтитры создавал DimaTorzok